На портал экзагет поступил вопрос. Хам увидел наготу отца своего, а проклят Ханаан. Почему? При проклятии Кожа Ханаана потемнела? Насколько верно это предание из Бытия 9.22.25? Нужно заметить, что на самом деле перед нами достаточно значимый вопрос, не только богословский, но и социальный. Обозначенный фрагмент, давайте к нему обратимся. 9 глава. Чуть шире прочтем его. С двадцатого стиха. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Симжа и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал благословен Господь Бог Симов, Ханан же будет рабом ему. И распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханан же будет рабом ему. В этом фрагменте мы видим совершенно очевидную историю о почтении к родителям. Это ее главный учительный нарратив, что сколь бы ни было иногда недостойно поведения наших, собственно, отца или матери, мы должны каким-то исключительно корректным, адекватным образом постараться внутрь этой ситуации войти. То есть, оставаться безучастными мы не можем, мы должны что-то сделать. Подвергать их всеобщему осуждению и осмеянию мы также не должны и не имеем права. Вот так в культуре у нас появляется термин хама в грех, надсмехательство над теми, кто, собственно, дал тебе жизнь. Мы видим, что Сим и Иофет в этом смысле не как-то условно поддерживают правоту Ноя, не говорят, что он сделал что-то хорошее и правильное, но однако же они идут в исключительном сыновнем почтении к отцу даже в таком его виде, покрывают его одеждою и, собственно, делают должное. Вот это исключительно важно. Задолго до того, как Ветхий Завет сформулирует пятую заповедь, чти отца твоего и матерь твою, и сопроводит ее благословением, да долголетен будешь на земле, мы видим такого рода поведение вот уже в семье первого после потопного человечества. Относительно фигуры Ханаана и хама нужно заметить следующее. Хам не проклинается Ноем по согласному мнению святых отцов, да и в принципе, да, библейских толкователей, ввиду того, что Ной и сыновья его уже благословлены Богом, да, то есть и это благословение неотторжимо. Соответственно, ближайший из, скажем так, семейства Хамова как бы получает вот всю подобного рода тяготу. Нужно заметить, что любые попытки соотнесения Сима, Хама и Иофета с абсолютно определенными, как бы в свое время сказали, расами абсолютно обречены на провал, потому что впоследствии в тексте мы видим, как книга Бытия, давая имена потомкам Ноя, собственно, через эти имена осмысливает окружающих иудеев народы. Да, то есть, собственно, вот 70 этих потомков будет насчитано, 70 народов с точки зрения ветхозаветного иудея живет в мире, и это совершенно конкретные народы, да, то есть это все те, о которых этот самый ветхозаветный иудей имеет хоть какое-то представление. То есть здесь нет огромных объемов этносов, ну, то есть, например, среди этих потомков нет никого, кого мы могли бы хотя бы как-то относительно отнести к народам, например, какого-нибудь центрального или южноазиатского региона, к народам Америк, к Австралии и Океании, к большинству африканских народов. Перед нами этническая карта Ближнего Востока, ну, или шире Восточного Средиземноморья. Более того, объективно говоря, если мы смотрим на эту карту с точки зрения этнографии или с точки зрения языкознания, она выглядит несколько иначе. Мы видим, что между Симом и его потомками, и Хамом, и его потомками положена практически пропасть. Но с точки зрения этнической, и евреи, будучи, собственно, потомками Сима, и, например, Хаананей, будучи потомками Хама, этнически являются одними и теми же семитами. С Загорских гор Ирана, в соответствующий период Бронзового века, а может быть даже чуть ранее, семиты начинают этапно осваивать Ближневосточный регион, да, как бы вот мигрируя с вот этого Северо-Востока на Юго-Запад. И этих волн миграций насчитывается несколько. И вот одна из них приводит в регион народы, как раз это, семитские, которые организуют ханаанские города-государства, в рамках одной из этих волн придёт на эти земли кочевник Авраам, который, оставив потомство, станет родоначальником израильского народа, который сюда придёт уже не с севера, а организовавшись как этнос в дельте Нила и пройдя через 40 лет искушения пустыни. То есть и евреи, и хананеи, семиты и этнически, и языково. Более того, из потомков, например, того же Хама, да, у нас происходит Мицраем, или же, собственно, Египет, да, то есть все египтяне, соответственно, с точки зрения книги бытия тоже хамиты. Но этногенез древних египтян, ну, как бы при всей его сложности и крайней неоднозначности, явно указывает наличие в качестве большого компонента семитской составляющей. То есть этот регион, как правило, подпитывался двумя потоками населения, и вот с севера это были семиты, а с юга представители как раз центрально-африканских народов. Потом приток с юга был практически полностью ограничен разросшийся Сахарой, но, тем не менее, вот в свое время он тоже был. То есть таким образом мы получаем сложный генезис древнеегипетского, условно назовем его древнеегипетского этноса, который, опять же, в плане языковой семьи, так как бы макросемьи, относится к той же семье, в которой присутствуют у нас семитские языки. То есть перед нами, во-первых и главных, описательная модель, которая рассказывает читателю книги бытия, древнему иудею в данном случае, во-первых, кем являются те народы, которые его окружают. Более того, его главным конкурентом и его главным противником являются, собственно, народы Ханаана, на чью территорию он приходит и чью территорию он завоевывает. Поэтому нормализовать данного рода логику призван, собственно, данный текст. Поэтому ни о каких потемнениях кожи Ханаана, или, соответственно, тогда, видимо, каких-то других изменениях цвета кожи, каких-то других потомков ноевых, изнутри текста мы радикально ничего сказать не можем. Потому что если мы даже и придерживаемся данной логики, то Хананеи, да, и, соответственно, Ханан и его потомки являются жителями Палестины до прихода туда израилетян. Ничего общего между ними и народами, населяющими Африку, как мы видим, радикально нет. Более того, в двух секундах буквально перейдём на социальный смысл данного текста, а точнее сказать, его экзегезы. Ведь она возникает в совершенно определённый момент времени, когда европейские колонизаторы двух Америк ставят перед собой вопрос о дешёвой рабочей силе, которая будет работать на их плантациях. С местным населением этот процесс обречён на неудачу по той простой причине, что оно совершенно спокойно бежит в соседнюю же сельву. Индийцы не боятся леса и, соответственно, заставить их безвылазно на плантациях работать – дело обречённое. Поэтому сюда завозится как раз население Центральной Африки, которое живёт в саваннах и, соответственно, леса боится ничуть не меньше, чем европейцы. Поэтому никуда не бежит. И отношение к нему столь ужасно бесчеловечно, что, конечно, понятно, у европейских колонизаторов встаёт определённый внутренний вопрос и нравственная дилемма – можно ли так ужасно относиться к себе подобному, то есть человеку к человеку. И вдруг на их удачу им приходит в голову соответствующий библейский текст, что есть ведь концептуальное оправдание идей рабства как таковой. А нужно заметить, это упоминание «раб рабов будет у братьев своих» – это первое упоминание о рабстве в Библии вообще. Тогда прекрасным образом нам нужно только отождествить соответствующие народы с соответствующим библейским персонажем, и вся эта картина получает совершенно другую моральную окраску. Всё естественно, закономерно, таким образом предназначено Богом и, соответственно, кто мы, чтобы отрицать божественный замысел. Повторюсь, такого рода прочтение с оригинальным смыслом текста не имеет общего ничего. Более того, завершая этот ответ, замечу, что хотя христианская цивилизация очень долго шла к идее отмены рабства как формата и, соответственно, уже буквально на самом своём излёте сумела это осуществить, тем не менее в самых её классических авторах мы встречаем неприятие, категорическое неприятие идей такого рода эксплуатации человека-человеком. У святителя Григория Богослова мы читаем огромную отповедь рабовладению, хотя он живёт в Римской империи в типичном в классическом рабовладельческом строе. Он пишет, как далеко должна простираться человеческая алчность и гордость, если человек тщится не только обладать какими-то вещами, предметами, землями, но и подобно Богу стремится обладать чужою жизнью. Человек, обладая человеком, пытается усвоить себе божественное достоинство лишь в руке Вседержителя «все мы и каждый из нас». Вот примерная логика рассуждений святителя Григория. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.